Московские школьники провели исследования, посвященные городским храмам. Уже третий год подряд в Москве проходит культурологическая олимпиада «История и культура храмов столицы», участниками которой являются учащиеся школ и колледжи с 1 по 11 классы. В этом году свои проектные работы представили более трех тысяч ребят. Олимпиада привлекает внимание и детей, и родителей, поскольку родители помогают детям и преподавателям к истории храмов города Москвы, к культуре православной и, конечно, к своему городу, к своему отечеству. Это все очень важно и в историческом, и в патриотическом, и в культурологическом воспитании детей. В течение нескольких месяцев школьники проводили настоящее культурологическое исследование, изучали литературу, посвященную городским храмам, а также посещали сами священные сооружения, где познакомились со святынями и пообщались с настоятелями. Собранный ими интересный и уникальный материал лег в основы исследовательских работ. Отметим, что выбор храмов, которые были представлены в проектах школьников, не был случайным. Тема моей работы – церковь из положения Московского Кремля. Маленькая церковь большого значения. Почему я выбрал этот храм? Когда мы были на экскурсии в Кремле, мы видели очень много красивых монументальных храмов – Покровский, Белговеченский, Успенский соборы. Но мое внимание привлек неприметный, на первый взгляд, маленький храм на соборной площади – церковь из положения. Мой проект был про Московскую историческую мечеть и про татарскую слободу. Мне помогала мой руководитель Иванова Марина Юрьевна. Мы ездили в мечеть, разговаривали с имамом главой мечети, ему и Дзином. Это тот человек, который призывает на намаз с минарета. И ходили внутрь мечети и осматривали внутренний интерьер и декор. В создании проектов юным исследователям помогали их учителя и родители. Очень радует, что у нас такие конкурсы в Москве проходят. Это такой глоток воздуха. И мы очень благодарны организаторам, что они проявили инициативу, сделали вот такие чудесные соревнования, чудесные выступления, не ограничивая учеников по какой-то конфессии. Здесь были и православные, и мусульмане, и иудеи, и буддисты. Конкурс объединил действительно на основе веры, на основе самого главного, что должно быть в сердце человека. В финале Олимпиады приняли участие 352 школьника. Работа детей оценивала экспертные жюри, в состав которого вошли представители традиционных религиозных конфессий. Любая Олимпиада, которая проходит по исследованию, она уникальна сама по себе. Потому что каждый участник проходит и делает свой путь исследования, открывает для себя что-то новое, изучает, прикасается к истории, к культуре, приобщается к тому единому нашему национальному культурному пространству, в котором мы все существуем. По итогам защиты исследовательских работ жюри определило 169 победителей и 183 призера. Как отмечают сами участники Олимпиады, в ходе работы над исследованиями они получили бесценный опыт и уникальные знания.